друзья всем моткульт привет запишем-ка мы новости с байкала вот он байкал вдали мы находимся на даче в больших котах где мы проводим одну двенадцатую года каждый год а иногда даже больше но вот в этот раз мы с 20 июля по 20 августа будем здесь сразу две такие предновости которые поступили в процессе подготовки этих новостей одна что все-таки в иркутске в этот период лекцию не организуем не получается организационных усилий не хватает что если кто-то хочет повидать меня там не знаю подписать книгу или что-то еще сделать фотографироваться тогда то можете приехать в код и тут значит зайти на улицу солнечная вот ну и я не знаю или случайно меня встретить или там спросить где тут саватеев вот но правда может получиться что мы куда-нибудь поход уйдем но дело в том что кота настолько прекрасно что даже просто в них приехать погулять всегда имеет смысл так дальше наша команда математиков школьников ее опять мерзавцы не пустили на олимпиаду о чем я уже год назад говорил как я к этому отношусь повторять не буду ну в общем олимпиады создавались как что-то что в принципе поверх как бы всех военных действий делается да что вместо войны в альтернативу войны и изначально вот сам дух вот этот дух олимпиад он полностью разрушается когда какие-то значит вот такие меры по недопущению тех или иных спортсменов принимаются а особенно в отношении детей то есть это просто вот человек который не видит в этом проблемы по моему уже морально испорчен моральный урод любой нормальный человек понимает что это просто безумное значит издевательство над детьми но тем не менее наши дети поучаствовали хоть и не смогли приехать в японию поучаствовали в олимпиаде как называется заочно флаг тоже нам не дали показать но значит если пересчитать все получается у нас четвертое место в этот раз китай так если я не ошибся нигде так китай 240 сша 218 корея 215 россия 209 румыния 208 это если я правильно посчитал первые пять но тут значит кравцов выступил сказал российские школьники победили на международной олимпиаде но это как как обычном случае так называемого вранья точнее передергивание действительно 5 российских школьников получили золотую медаль может быть он это имел ввиду тогда да но здесь надо конечно уточнять но с другой стороны не надо и голову пеплом посылать посыпать потому что четвертое место совсем не так плохо вот так что всех школьников поздравляю особенно совсем молодого ратибора который закончил девятый класс в этом году и получил золотую медаль ратибор надеюсь тебя кстати зазвать на канал потому что в новосибирске я буду в районе 20 чисел сентября так что если сможешь что-нибудь разобрать на канал я видел ты уже у поступашек разобрал тут кстати я в описании дам это на видео ссылочку где ратибор рассказывает как он дошел до такой прекрасной жизни вот но если в новосибирске пересечемся точно запишем так теперь поехали значит новости основного блока которые готовились заранее новость номер 0 у нас одна и та же весь год она состоит в том что моё 50-летие празднуется на ну собственно говоря 13 декабря и далее в республике адыгея в адыгейском государственном университете и самая главная информация стоит то что я всех туда приглашаю это празднование совмещается с экономиконом агу тем мероприятием которые мы уже несколько лет проводим и чтобы туда приехать ну нужно просто самостоятельно позаботиться о билетах и жилье а дальше вы включитесь в программу и более того если вы поедете вместе с нами поездом который отходит 14 часов 10 минут с казанского вокзала 12 декабря это новороссийский поезд очень быстрый и на следующий день уже в 9 утра он в краснодаре мы поедем на нем то есть мы приедем от 13 числа в краснодар 9 утра прямо в день рождения и если вы поедете на этом поезде то вам трансфер до майкопа будет соответственно гарантирован но если вы по-другому как поедете то майкопа надо будет добираться там есть много разных способов но очень важно что вы должны написать мне на хибины mail.ru именно на этот адрес хибины mail.ru о том что вы намереваетесь приехать уже я получил довольно много писем те которые уже написали больше можно не писать я их занес файл а вот те кто значит течение там ближайших еще пары трех месяцев я буду собирать заявки ну там кто-то кто прям в самом конце решит что может приехать наверно тоже может но там уже ну как это не гарантируется ну нет если вы найдете место где поселиться то мы всех примем на самом деле агу всех примет вот в общем пишите пишите мне на mail так дальше новость номер один мы развиваем наш телеграм-канал см по ссылке мы стараемся более часто публиковаться летом это может быть не очень просто но в дальнейшем мы мы и сейчас увеличили плотность публикации и дальше будем публиковаться в телеграм-канале я ну так сказать свое мнение выражаю на те или иные происходящие решения в области образования каких-то образовательных реформ обсуждения там егэ не егэ отменить заменить формат не знаю там портфолио то все в общем по всем этим поводам я высказываюсь мои коллеги высказываются ну и как-то мы с божьей помощью стараемся вот эту вот всю неповоротливую машину все-таки в какое-то разумное русло вернуть сейчас например уже ясно что затык идет с началки и если скажем правительство разрешить просто в начальной школе использовать ну вот разработки конкретной до женщины людмилы аполлонной ясюковой ее книги и ее материалы да то что они собирают там питере то это уже будет огромным шагом в спасение образования вот просто одно это действие понимаете то есть иногда нащупываешь когда-то долго в какой-то сфере крутишься вроде как все безнадежно безнадежно а потом ты видишь что маленькие небольшие совсем шаги могут на самом деле выровнять ситуацию по крайней мере как бы ну принести в начальном периоде значительную пользу вот так так что присоединяйтесь к нашему движению родная школа родная школа это не критиканство это именно так сказать серьезное обсуждение на профессиональном уровне всего что происходит с реформами образования и вокруг и если вы хотите помогать на время от времени какие-то задачи ставятся например там транскрибировать какое-то мое выступление там или подать вот какой-то юридически юридически правильно составленный текст там затребовать чего-то у каких-нибудь министров бывает полезно это сделать вот то пишите нам вот на email адрес который здесь дан не на тот на который по поводу пятидесятилетия да а на другой здесь он тоже указан строители дома начали свою шарманку завели поэтому дальнейшем запись этого новостного ролика будет сопровождаться звуками бензопилы уж простите так новость номер два состоит в том что в магистратуру адыгейского госуниверситета по теории игр к ней присоединился замечательный ученый профессор петрозаводского и петербургского и других университетов владимир викторович мазалов который будет руководить магистрскими диссертациями так что магистратура получит новое дыхание ну и в этом году есть набор правда в этом году нет бюджетных мест то есть то есть то нет год за годом не приходится но тут я должен что-то сказать чего я не должен говорить что возможны отсрочки ну вы поняли чего так что имейте ввиду пишите туда ну но это как бы неправильно прийти у нас и отсиживать там чтобы как сказать прятаться от армии магистратуре магистратуре надо учиться но кто готов именно учиться тот приходит и учится так новость номер три вот она прошли тридцатку с математикой неофициальное название было тридцатка с аватеевым поход по горам кавказа пересекли кавказский хребет целиком с севера на юг тридцатка это название всесоюзного маршрута вот мы с женой с мишей с гали еще двадцать два человека там были инструкторы там были студенты вот и наш тен забрались и были занятия до были занятия после в общем шикарный совершенно научно-туристический интенсив вот здесь по ссылкам информация как майков об этом событии пишет как сириус об этом событии пишет вот правда они забыли упомянуть что семеро участников в том числе все четверо саватеевых забрались на гору аштен в радиальный день но остальные в разные тоже радиалки ходили кто куда в общем мне кажется что вот это вот советская практика когда профессора ходят со собственными студентами в горы она должна быть возрождена и мы делаем первый шаг на этом пути мы сами показываем как это можно возродить так новость номер четыре конференции математических центров майкопе пройдет с 10 по 15 октября 2023 года прием заявок до 1 сентября все по ссылке буду немножко ускоряться новостей еще много уже на минут 10 прошло так новости пятого блока касаются университета сириус меня очень порадовали ребята с которыми мы шли и я с удовольствием рекламирую университет сириус а так значит даю слово но тут написано для выпускников бакалавриата да 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 та 10 программ магистратуре по ссылке выбирайте свою программу поступайте генетика науки от жизни информационной технологии искусственно интеллекта трансляции боже трансляционный вариант нет Трансляционная медицина, вот что здесь написано В общем, я вообще ХЗ, что это такое, но тем не менее Наверняка это очень интересно Современные и т.д. Ну и отдельно, значит, подошел Знакомый с направлением робототехники Прям отдельно хочет рекламировать, говорит, что все так круто Выходит, там они шахматного робота построили Который прям играет Ой, шашечного Причем, как это сказать, как программа, шашечный робот Давно уже всех обыгрывает, но теперь он еще берет шашки И переставляет Ну в общем, это, конечно, все очень прикольно и классно Так что вот, университет Сириуса Так, шестой блок Вышедшие коллабы На гитарах с Сашей Золотухиным Это Эбонит Полоцк, лекция Полоцк, ответы на вопросы Радио Спутник С 30-й минуты Даю комментарий про ЕГЭ Беседы с философом Андреем Макаровым Подружился с философом Андреем Макаровым Вообще, я к философии стал все более Все большим интересом относиться 15 лет назад у меня это произошло с историей Я когда-то, как бы, ее совершенно игнорировал 15 лет назад начал любить И, как бы, пытаюсь ее понимать Теперь у меня пришел, видимо, на старости лет Период философии И увлечения философией Вот, так что заходите смотреть Так, прогулка и беседа с Сергеем Ивановским в Питере Квартирник в Санкт-Петербурге У три глинок Это очень интересная такая 500-метровая квартира Ну, в общем, короче, см Так, выступление на конференции России 2062 Совместный стрим с Юрием Хованским Интервью бывшему губернатору Псковской области Саватеев оппозиционному журналу Собеседник Как я уже отмечал, я даю интервью любым изданиям И оппозиционным, и прокремлевским, и нейтральным Каким угодно Потому что слово «правда» совершенно не важно, где произнесено Это, я думаю, что все понимают Интервью Александре Глотовой Дованкову по новым людям И про их, ну, короче, там Отповедь новым людям Про идею отменить домашние задания Так, фильм «Математика и бог. Почему они снова вместе» Теперь в Ютьюбе Разговор с Алексеем Багбровским Очень интересным мужиком, кстати, и умным Вот здесь Так, коллапс с программистами-разработчиками Скоро на канале «Культура» выйдет программа «Семинар» С моим участием «Математика в жизни» Новости седьмого блока Некоторые из планов на осень Руки устали, Саня, да? Меня записывает Саша Филатов Покажи себя Всем привет И у него ужасно устали руки А мне еще нужно перечислить новости седьмого блока Так, ну ладно, прямо подряд Телеграфным стилем, где уже подтверждено практически точно Майкоп 5 сентября Екатеринбург примерно 12 сентября Возможно, Сесерть там же Челябинск 13 сентября Лагерь Орленок 20 сентября Новосибирск 25-27 сентября Томск 26 и 27 сентября Встроен внутрь Новосибирска Уфа 10 и 11 октября Майкоп 12 и 13 октября Москва-керосинка 16 октября Лекция, кстати, единственная в Москве Открытая лекция в эту осень будет Керосинки 16 октября Казань 18 октября Набережные Челны 19 октября Псков и вокруг 25-26 октября Саров в районе 1 ноября и вокруг Пока не подтверждено, но мы планируем Мы каникулы ждем, объявление каникул И практически мы должны туда ехать точно, да? Сочи-Сириус 7-8 ноября Архангельск 15 ноября Северодвинск 16 ноября Санкт-Петербург 21-22 ноября Минск 29 ноября Полоск 30 ноября Ярослава 7 декабря Майкоп 50 лет 13-16 декабря Набережные Челны 20 декабря И дальше снова в эти края И самая последняя новость Василий Манторов зачем-то на английском языке Просит, ищет волонтеров Написано Volunteers needed International Mathematical Circle needs enthusiasts Он, наверное, надеется, что через мой канал Куча иностранцев прибежит к нему помогать Ну, в общем, кто на английском не понимает Тот может прийти как русский энтузиаст К нему, вот, написать ему на электронную почту Вот, удачи их кружку желаю На этом, пожалуй, июльский блок новостей Летний блок новостей завершен Привет с Байкала С поселка Большие Коты Маткульт, пока! Субтитры сделал DimaTorzok